Здравствуйте. Коллеги, начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Вячеслав Николаевич Радимов, главный тренер команды «Зенит-2» в Санкт-Петербурге. Вячеслав Николаевич, первые впечатления от игры с победой во первых властях. Хотел сказать, что это еще весенний футбол, но как он называется? Мы перешли на другой этап. Начало чемпионата, конечно, команда еще совершенно не готова. У вас новая команда, ушли два ключевых футболиста. У нас ушло довольно-таки много народа. И тот футбол, который в концовке, наверное, был, соответствует тому, что не совсем не до конца команда организована, как мне показалось. Нам больше улыбнулась удача в конце, но мы за нее боролись и в какой-то степени нас заслужили тоже. Могли проиграть, могли выиграть. Сложилось так. Вопросы? Тибир Хельч. Ну, удача, конечно, это мозгами Зеленова. Большое спасибо сказать. И второй вопрос. А как было это сегодня как-то с судей-то невизимо эксцентрично? Что там случилось? Слушайте, ну, про ошибки в первом тайме. Я думаю, что судьи тоже... Были большие болельщики, но был как-то тренер. Он запаснул с момента. Вы знаете, это... С игрозкой карьеры еще немного давления на судей. Ну, ну, да. Такой ход, и если бы вы были ближе к полю, вы бы слышали, что Зырянов его тоже оказывает. И где едет? Ну, поэтому это как... Это, знаете, в футболе не бывает деталей. И все средства хороши. Кто кого обманет, кто кого... Перехитрит. В какой-то степени это та же хитрость. Еще по целому матчу. Крутир идет замена. Да, после пропущенного мяча, уголок перестроить игроку. Считаете, победа пришла? Да, мы сегодня много раз перестраивали по ходу матча. И, ну, у нас очень много ребят новых. И надо их, во-первых, использовать. Во-вторых, надо их использовать на позициях, как того, во-первых, требует матч. Во-вторых, где они будут себя лучше проявлять. Времени не так много было на подготовку. Как вы знаете, многие велились там из первой команды. Опустились. Некоторые вообще перед началом сезона. Поэтому приходится так уже по ходу строить новую команду. Да, пожалуйста. Валерий Славович, сейчас появились слухи о том, что Коколин вернется в первый состав. После сбора у вас есть ли какая-либо информация? Для нас это будет огромная потеря для «Зенита-2». Коллеги, есть человек, я не могу сказать слухи, мне сложно комментировать. Наверное, он вернется на начало чемпионата, скорее всего. Но пока он тренируется с нами. Я думаю, что он вернется, когда команда первая вернется со сборов. Где они там? В Швейцарии, в Австрию. А вообще возможен выход за вашу команду? Эта команда все-таки создана для ребят молодых. Вот смотрите, у нас вышел парень, сыграл в 60 минут, 17 лет был. 99-го года раньше. Но когда-то надо дебютировать. Поэтому если Коколин будет его занимать место, это будет неправильно. Хотя, если с другой стороны ему будет нужна игровая практика, там один матч какой-нибудь, конечно, мы ему дадим. Но на постоянной основе у нас есть Зырянов, который, вы правильно сказали, сегодня решил, наверное, исход матча. Это минус, наверное, нашей команды, что у нас сегодня это лучше, это Зырянов. Вот остальным придется работать там целый год, чтобы они достигали уровня Зырянов. А может, у вас все время были задачи цифровые подписки в фонарь? Честно, это у меня у вас вопрос? Да, ну, я думаю, что с других задач у нас выйти никуда же не может. Поэтому у нас одна задача не вылететь. Чем быстрее мы наберем те промежуточные очки и дадим как можно больше игровой практики молодежи, тем, наверное, это наша самая главная турнирная задача. Ну, а так, любой сам уважающий сам себя спортсмен, в принципе, выходя на каждый матч, не может себе позволять проиграть. Надо, ну, я, по крайней мере, так все время рос. Ты же в домино, когда садишься играть, в карты всегда хочешь выиграть, правильно? Ну, так же и здесь, наверное, надо выходить. Понятно, что задач таких нет. Ну, как первоочередная, давайте сохранить прописку у нас главную. Виктор Масович. Ну, на другой вопрос. Вы сказали, что многие команды еще как бы сыроваты. Но к вашей цели отношения к вот в этом варианте, который вас предъявляет в записи? Что вы можете... Ну, сама система игры, тут очевидные вещи. Мы не должны усложнять футбол. Футбол так сама по себе, самая сложная игра. На чем бегаешь, тем и бьешь по мячу еще. Вот это усложнять не надо. У вас ушли два ключевых футболиста в центре поля. Ну, вот ушли главные мозги, правильно? Павленко и Малера. Ну, о чем говорить? Тогда длится очень большое время, чтобы кого-то туда пристроить. Я не могу сказать, что там условно нитфули, но у него просто нет опыта. Ему гораздо тяжелее будет стать лидером этой команды. Причем ушли два мастера, но вы сами знаете. Вопросы? Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания.